здравствуйте дорогие друзья сегодня вторник 2 июня и вы слушаете и смотрите 18 выпуск программы утренний соловей несмотря на то что уже второй день лето погода за окном по крайней мере в москве я не знаю как в ваших краях так вот погода в российской столице совсем совсем не летняя а скорее осенняя я надеюсь ваше настроение лучше чем погода надеюсь не знаю как это на самом деле обстоит я приношу извинения за то что несколько припозднился с выпуском своей программы у меня были обстоятельства неотложного свойства которые требовали посвятить много времени и усилий сейчас по счастью все в порядке я надеюсь что я вернусь более или менее регулярному режиму выпуска программы утренний соловей по крайней мере два раза в неделю может быть будут получаться и три раза и потому что события в россии будут раз развиваться ускоряясь несмотря на то что лето это потребует от нас от нас вами чаще встречаться и чаще обсуждать эти события или по крайней мере я постараюсь вас этих событиях и о том что за ними стоит их последствиях информировать прошлый раз я обещал вам рассказать о том как могут выглядеть первые шаги новой власти по строительству той самой прекрасной россии будущего я считаю что вот этот мам который вошел в оборот с легкой руки алексея навального из его легких уст это прекрасная прекрасная жизнеутверждающая идея россия будущего так вот давайте вообразим себе на минуту мы добились своих целей режим демонтирован и формируется правительство национального спасения чем она будет заниматься ну первый естественный вопрос а кто войдет правительство национального спасения если вы думаете что у меня уже готов список я вас разочарую нет никакого списка но я думаю что здесь верен принцип те кто участвовал в борьбе будут делегировать своих представителей в это правительство те кто в борьбе не участвовал те кто сидел на диванах гордясь своим моральным превосходством те останутся сидеть на диванах и будут подвергать все действия нового правительства равным образом как его состав своей безусловной моральной критики с точки зрения собственного превосходства я думаю что это правительство должно быть технократическим то есть состоять не столько из политиков назначенцев сколько из профессионалов своих областях поскольку ему придется решать задачи оперативного управления экономикой и поддержание кризисной экономики на плаву но во главе правительства скорее всего должен стоять тоже не политика я бы сказал психотерапевт человек который мог бы успокаивать страну и нацию потому что наше общество и так находится в очень плохой психической да и честно говоря физической форме тоже а уж через год-полтора когда это правительство начнет формироваться и начнет действовать наши люди боюсь массе своей будут находиться просто в истерике из-за того что что они видели и что им пришлось пережить поэтому срок действий этого правительства национального спасения будет ограничен годом полутора годами максимум и это правительство будет принимать указы которые будут иметь силу закону потому что я напомню вам что парламент тоже будет распущен какие приоритеты у этого правительства с моей точки зрения их должно быть три первые приоритета это обеспечить выборы в конституционное собрание выборы или сформировать конституционное собрание или учредительное совещание это уж не принципиально как будет называться этот орган второе вопрос вторая проблема это обеспечить стабилизацию социально-политической ситуации в стране и третья проблема которую предстоит решить это создать условия для ускоренного экономического роста но вот до того как правительство начнет реализовать все свои приоритеты я бы сказал даже в тот момент когда только начнет возникать его прообраз должны быть сразу объявлены два решения значит первое это немедленное закрытие всех государственных границ российской федерации всем государственным служащим сотрудникам госкорпорации сотрудникам государственных информагентств и центральных каналов телевидения а также членам их семей закрытие для всех за исключением тех кто наполняет направляются служебные командировки или нуждается в экстренном медицинском лечении который не может быть оказана на территории российской федерации я думаю вы понимаете почему границы придется закрыть я не берусь сейчас предрешать на какое-то на какое время для всех граждан они будут открыты за исключением еще раз подчеркну гос чиновников я думаю что те люди кто учил нас патриотизм кто на ниве служения патриотизму заработал свои состояния в тяжелый для родины час в тяжелый час для нашего общества должны быть вместе с нами мы будем рады видеть их среди нас это первое решение второе решение это незамедлительная широкая амнистия должны быть немедленно амнистированы все политические заключенные все узники совести должны быть выпущены на свободу все предприниматели не совершившие уголовных собственно преступлений все предприниматели которые находятся в сизо и в местах заключения а таковых около двухсот тысяч человек а также амнистирован еще целая группа категорий заключенных хочу кстати хочу вам сказать что проект постановления широкой амнистии к юбилею победы был подготовлен группой депутатов мосгордумы при участии общественности я принимал косвенное участие в подготовке этого проекта но благодаря усилиям единой россии этот проект был заблокирован как в мосгордуме так и государственной думе российской федерации теперь перейдем к приоритетам о которых я сказал для чего вообще нужно это конституционное собрание или учредительное совещание надо принять пакет закона во выборах и разработать новую конституцию то что сейчас у нас под названием конституции бытует не заслуживает естественно такого наименования как главный документ страны придется создавать новый документ для страны и придется учреждать фактически новую российскую республику так вот в рамках работы этого совещания будут определяться какое правление будут в россии президентской и парламентской и будут определяться остальные фундаментальные вопросы которые обычно записаны в конституции но цель еще раз подчеркну этого собрания учредить новую российскую республику поскольку старая российская республика с демонтажом политической системы который называется путинской придет концу социально-политическая стабилизация на мой взгляд может быть достигнута только тогда когда общество общество в целом будет хотя бы отчасти удовлетворено в своем стремлении к справедливости а стремление к справедливости это сейчас чуть ли не фундаментальная потребность российского общества и всех его социальных групп во всех его социальных группах удовлетворение справедливости это одновременно и наказание несправедливости и тех кто виновен в несправедливости я знаю я прекрасно знаю я вижу это чувствую что люди хотят не просто справедливости они хотят отмщения но я хочу сказать вам сейчас что кровавые расправы массовое насилие как это было в свое время на заре становления советской россии это не наши методы мы должны быть лучше тех чего власть мы демонтируем это означает что мы должны все делать мирно ну естественно если не сопротивляются и все делать по закону по какому закону вот в армении сейчас принят с моей точки зрения чрезвычайно полезный и архи необходимый как сказал бы владимир ленин для россии закон суть его в том что можно без судебного решения конфисковывать имущество гость чиновников если стоимость этого имущества превышает их официально за декларированные доходы мне кажется это замечательное решение и я думаю что многочисленные разоблачения алексей навального подготовили достаточную фактическую почву для того чтобы имплемент запустить и подобные решения в жизнь в российской федерации причем обращаю ваше внимание что нет нужды применять этот указ который приобретет форму закона ко всем чиновникам сверху донизу там от тех кто вершит судьбы страны и ворочает сотнями миллиардов рублей и десятками миллиардов долларов до рядовых клерков нет никакой нужды указ этот должен применяться первую очередь чиновникам категории а и кто менеджером госкорпорации так вот и когда люди увидят в том числе чиновники как настроена новая власть что она настроена на восстановление справедливости и наказание несправедливости но заметьте мирным путем то я могу вас уверить что мы увидим массовые отказы от имущества и много тысяч просьб с просьбой взять с просьбой государству взять имущество частное имущество на свой баланс обратите внимание еще раз никакого насилия никаких угроз никаких внесудебных расправ нынешняя власть нас учит чему есть закон так вот мы изменим закон и скажем тем кто будет жаловаться вот закон мы действуем по закону естественно придется сразу же это важнейший элемент восстановление справедливости и тем самым стабилизации ситуации заняться реформ реформой судебно-правовой системы там где нет закона там где нет действующего суда там нет и не может быть справедливости там нет и не может быть свободы там нет и не может быть никакого экономического развития процветания к сожалению у нас не осталось другого пути кроме полной безусловной иллюстрации судебного корпуса одномоментно ее вряд ли удастся осуществить скорее всего иллюстрацию надо будет осуществлять несколько этапов решение иллюстрации тоже будут приниматься конституционным совещанием или учредительным собранием и закон иллюстрации но в качестве первого этапа надо будет выбрать несколько самых важных регионов с моей точки зрения это точно должны быть москва кубань приморский край вероятно одна из республик серного кавказа может быть еще два три четыре региона российской федерации естественно важным аспектом восстановление справедливости и формирование доверия к правительству национального спасения и к новой российской республике станет отмена пенсионной реформы в ее нынешнем виде это чудовищное насилие над обществом и прямое издевательство над десятками миллионов наших граждан да нам нужна пенсионная реформа но не в таком циничном и чудовищном виде и естественно еще один пункт надо демонтировать машину пропаганды потому что государственное телевидение государственная пропаганда это источник лжи и морального насилия над обществом если мы не можем кого винить в плохом психическом и моральном состоянии нашего общества так это машину пропаганды те кто нес ответственность за выполнение решений политической власти те кто особенно старался на ниве пропагандистского оболванивания дебилизации народа российской федерации безусловно должны быть наказаны третья проблема как добиться устойчивого экономического роста с моей точки зрения необходимо использовать два основных рычага первый он выглядит самоочевидным но он очень эффективен это сокращение масштабов коррупции в россии коррупции это носит поистине баснословные масштабы гомерические размеры по некоторым оценкам у нас расхищается именно расхищается они тратятся там по нецелевым назначениям именно расхищается около половины бюджета российской федерации то есть денег в стране может хватить на все да на скромную жизнь но вполне достойно в том числе и на безусловное повышение пенсий и социальных выплат нашему народу как с этим справиться существует набор хорошо известных в мире и прекрасно себя зарекомендовавших антикоррупционных процедур и правил задача только в одном чтобы начать их реализовывать невзирая на лица и то что я вам сказал о использовании армянского опыта по отношению к высшим государственным чиновникам и топ-менеджерам госкорпорации это в том числе и очень важная антикоррупционная мера и второй рычаг это освобождение экономики и граждан от административного бремени ограничения и снижения налогов одномоментная отмена одним указом всех законов постановлений и подзаконных актов стесняющих и ограничивающих экономическую свободу мелкий средний бизнес способен стать экономическим локомотивом россии безусловно для того чтобы экономика развивалась внешняя политика должна тоже изменить свои приоритеты главная цель и главный приоритет российской политики новой российской политики во внешнем мире должен быть только один максимально благоприятные условия для внутреннего развития мы должны сказать себе и всему миру что наша главная задача это не помощь сирийским братьям и венесуэльским наркоманам товарищам это помощь магнитогорску нижнему тагилу рязани ростову это помощь нашему народу сразу скажу что многочисленные вопросы которые вы могли бы мне задать и наверное у вас голове сейчас вертятся они неизбежно остаются за кадром они остаются за кадром по очень простой причине есть вопросы на которые в состоянии ответить только политическая конкуренция вот допустим как относиться к политике приватизации какая экономическая политика должна проводиться в будущей россии правая или левая политика я на этот счет могу лишь изложить свое мнение но я человек правых взглядов я правый либерал а еще раз подчеркну сама политика будет определяться в ходе политической конкуренции но для того чтобы к этой политической конкуренции дорасти подготовиться к ней мы должны пройти вот этот самый переходный период и пройти период действия правительства национального спасения приоритет который вам сейчас характеризовал и с моей точки зрения хватит полутора лет этому правительству возможно даже года для того чтобы эти задачи в основном решить и добиться устойчивого экономического роста за счет в первую очередь форсированного развития мелкого и среднего бизнеса теперь вопрос как прийти к этой прекрасной россии будущего какие шаги осуществить и когда эти шаги начать делать и каким образом их делать вот этот вопрос я буду обсуждать во время дебатов публичных дебатов с егором жуковым многие из вас знают о том кто это многие еще не знают это молодой человек не до недавний выпускник высшей школы экономики который стал лицом московских протестов прошлого лета и я считаю очень важно проводить дебаты именно с тем поколением которые будут жить в россии и ради которого мы будем вести борьбу за ее освобождение эти дебаты состоятся 18 июня мы их будем проводить очно я надеюсь к этому времени ситуация уже позволит нам пригласить в зал несколько десятков человек которые будут наблюдать за дебатами естественно не будут находиться на санитарной дистанции и мы обеспечиваем онлайн подключение к этим дебатам чтобы их можно было наблюдать в прямом эфире сразу подчеркиваю онлайн подключение будет платным плата невелика тем паче что можно смотреть группой так что это будет совсем уже копеечная стоимость плата необходимо для того чтобы обеспечить техническую сторону и направить деньги на благотворительность по крайней мере половина сборов подчеркну половина по крайней мере пойдет на цели благотворительности том числе на помощь политзаключенным для того чтобы подключиться к онлайн дебатам вы можете посмотреть внизу сноску повы пройти по ней и подключиться сейчас как обычно несколько слов напутствие это напутствие снова синека из нравственных писем клу целию ведь душа сильнее фортуны это она ведет все туда или сюда она делает свою жизнь блаженной или еще или несчастной душа дурная все оборачивают худшему даже то что приходит под видом наилучшего душа прямая и чуждые порчи исправляет зловредность фортуны и знанием смягчает с трудом переносимые тяготы все приятное навстречает скромной с благодарностью все неприятное мужественно и со стойкостью пусть человек будет разумным пусть все делает по зрелым размышлений пусть не берется ни за что не посильное не получит у нас пусть не берется ни за что не посильное пришло время дорогие друзья когда нам придется взяться за дела и в том числе возможно сделать это что казалось ранее непредставимым спасибо большое за то что вы были со мной а я остаюсь с вами берегите пожалуйста себя своих родных и близких до новой встречи